так переходим к работе с шейно-воротниковой зоны да вот смотри лежит человек да мы у него нащупали просто немножко повторю на камеру дорогие друзья данном случае мы работаем с нижним отделом шеи а именно шейно-грудным переходом это тут задействована внутри позвонках это может 4 максимум до сюда то есть один шейный седьмой шейный уже пошли значит я специальный говорю лево-право до чтобы просто понимать механику вот идет позвонок позвоночник с одной стороны у нас выпирает один позвонок ну по сути это оси 100 отросток повернут а раз он повернута соответственно это весь позвонок ратируем получается вот тогда мы должны поставить обратно но обратно она не дает сжатие самого позвоночного столба достаточно плотная значит мы должны его чуть-чуть разжать растянуть если в случае с грудным отделом мы делаем это с одной стороны растягиваем быстро выставляем то здесь мы в принципе везде механика одинаковая растягиваем противоположную сторону дали а как мы можем сейчас чуть-чуть загнуть сюда позвонки до забиваем и вот это опирающее до подбиваем траст быстрый четкий где даже такой точечное попадание делать пальчиком уже перед сюда либо вот если в эту сторону то это косточка своей до жесткой вот это там ты даже используете сюда чтобы попасть именно в нужен позвонок и движение у нас идет но во-первых снизу вверх до во-вторых под углом под углом посадка игрался прямо получается то есть нам надо и туда его загнать за вашу стол и чуть выше его поставить почему еще вы вышли потому что обманчиво мы можем понимать что позвонок находится прямо здесь подастись на отросткам на самом чуть выше вот поэтому в данном случае мы в качестве экземпляра девушки понимаем что позвонок повернуть сюда россии на нас до упираемся в него противоположную сторону растягиваем и держим за нижнюю часть черепа еще больше не хватает вам пальцы до сила нажатия можно выбрать косточку можно если совсем человек жесткий но тут у меня сразу видно что доходит нормально так как бы не не обязательно что первые два грудных как бы да можно в принципе удается и в четвертый пятый грудной теперь если он упирается ротируем позвонок в ту сторону да соответственно надо зажать с той стороны выбираю ту косточку которую ты чувствуешь да с этой стороны растягиваем и тут упираемся челюсть и ухо как раз если голова лежит у пациента в ту сторону да а мы все равно стоим вверху да надо вообще звук подключить то то же самое только происходит вот сейчас на ротируем на себя зажимаем ищем где потому что может под мышцами залезть вот это косточку я нашел поближе трепетитную мышцу отодвину где-то там где-то нашел вот соответственно странного растягиваем с противоположный да вспоминай и дальше движение опять череп оттягиваешь просто там а если он повернут в нашу сторону делаем вот так сюда нажимаем да а тут движение в челюсть автоматически кладутся как удобнее неважно как они пересекаются и то же самое дорогие друзья если мы стоим с этой стороны просто начинаем понимать позвонок развернут сюда мы его давим с этой стороны да я расцениваю с противоположной стороны шею вот так вот нам удобно шею растянуть рукой за челюсть и даже можно упереться плечем при череп чтобы так вращать на момент вот это мы запомнили да а в следующем видеоролике мы перейдем к тракциям всей шеи все шеи на участке